А знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю найти место на земле, где нет автомобильных пробок. Расскажите мне, где эти места? Ну, Крым. Ну, вот такой мы сипусечный. Ну, проехать там, я не знаю, 4-5 часов с одного края на другой Крыма. И вот я встала в какой-то сумасшедшей пробке. Вот только к Сакам подъеду. И еду уже... Полтора часа точно. Следующие 20 километров до Евпатории я плелась еще полтора часа. Итого, три часа за рулем под жгучим южным солнцем. И даже после Евпатории, когда дорога освободилась, настроение мое было ниже плинтуса. Но тут я увидела чудо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот вы знаете, когда говорят о Крыме как о райском уголке, то, наверное, имеют в виду море, горы, красивую живописную природу. А теперь для меня Крым будет огромным красным полем. Полем, заполненным маками. Это, знаете, ребята, это вау. Это не повторит, потому что... Ты когда видишь вот этот какой-то бескрайний простор красных цветов, и ты думаешь, ну вот это же специально не придумаешь. Это вот создана природа, и это так прекрасно. Это так удивительно, аж плакать хочется от восхищения. Редактор субтитров А.Семкин Ну, ёлки-палки, мне говорили, степь, это скучно, это эскетично, это неинтересно. Нет, что там юбыка, горы, море, мысы и всякие экзотические растения. Ребят, ну тут красота просто неописуемая. Ну где я еще могла увидеть огромное поле маков? Это я одно сняла, а я еду, а там бескрайние поля. Маки-маки, маки-маки. Вау! Победы. Вот, начинается моя дачная, черноморская жизнь. Дороги здесь, конечно. Ну, местами не скажу, что везде в городе они плохие, но... Вот здесь они не айс. Дожди же были. Вот, посмотрите, главное не утонуть. Были сильные дожди и... Слушайте, а вот мой желтенький отель, кстати, круто смотрится. Провожу рум-тур по моему отелю, гостевому дому в Черноморском. Замечательная, красивая придомовая территория, очень красивый двор. Вот это комната, беседка для выбивания вина и поедания шашлыков. Вот так выглядит беседка. Что у нас дальше идет? Есть у нас детская площадка. Есть у нас клумба красивая с розарием. Так, это кухня. Вообще, сделано все, конечно, очень... Все такое навье-навье. Так, это кухня. Вот так она выглядит. Тут два холодильника. Кухня общая для всех, но все очень прилично. Вот, видите. СВЧ есть. Чайники. Здесь специальная прачечная, то есть стиральная машина. Стиральная машинка. И гладильная доска. Вот так выглядит мой домик, в котором я живу. А это моя комнатка. Вот здесь, рядом с моей комнаткой, столик. Сейчас я вам покажу свою комнату. Так. Ну вот. Большая двуспальная кровать. Что у нас тут есть? Холодильник. Замечательный. Чайник, кружки, чай. Телевизор. Санузел. Душевая кабина. Туалет. Санузел маленький, но ничего. С окошечком вот таким. И тут у нас платяной шкаф. Интересно. Вот это по количеству вешалки. Вот сюда вот три. Эти решились на три вешалки. О, слушайте, даже сейф есть. Обалдеть. И вот это все с двором, с розарием стоит одну тысячу рублей. Вечером я решила прогуляться по Черноморскому. Местечко для крэйзи-туристов, как я, скучноватое. Набережной нет, вся тусовка сосредоточена на единственной пешеходной улочке с традиционным набором курортных развлечений. Лето цвета неба, а ровные и синие, а лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета небы, зеленые и красивые, а лето цвета счастья почти никуда не вновь. Чувствую себя ежиком в тумане. Реально нифига не видно. Сейчас я еду в Оленевку или Воленевку, не знаю, как правильно называется это место. Ну, в общем, там много всего интересного. Он находится на мысе Тарханкут. Это удивительно красивый мыс. Там находится Тарханкутский заповедник. И всех желающих возят посмотреть на скалы. Там удивительные скалы, удивительные пещеры. Они такие в дырочку. Такие сказочные. И я тоже, я бы хотела бы, конечно, посмотреть на эти скалы. Но это уже зависит от того, пройдет ли туман или нет. Потому что туман вообще ни сги не видно. Да, ребята, на седьмой день жизни в Крыме. Я уже не крашусь, не моюсь, не расчесываюсь и не укладываюсь. Вообще Крым располагает плюнуть на все эти блага цивилизации и просто жить такой природной настоящей жизнью. В общем, я снабжена с масками. Я забыла ветрозащиту. Сейчас наверняка меня слышно не будет. Сейчас я добралась я до Оленевки. Оленевки ее по-разному называют. Ну, первое впечатление, может быть, оно и не самое верное. Я запишу последнее впечатление. Оленевка – это такое место для любителей альтернативного туризма. То есть явно не пляжного тюленевого отдыха. Это место, где собираются люди, которые любят заниматься дайвингом, любят автопутешествия. Потому что вот я сейчас сижу в кемпинге. Очень хорошо благоустроенный кемпинг с домиками, со столовыми, с туалетами, с пляжами. И здесь можно остановиться, если вы на машине, и вполне себе здорово отдохнуть. Вот я сейчас гуляю по кемпингу. Вот рядом со мной Даня, мой новый знакомый, который ждет, когда их заселят. Что я хочу сказать. Это, кстати, очень неплохой вариант отдыха. Если вы хотите прямо у моря, если вы на машине, хотя даже и без машины многие сюда приезжают. Есть места для палаток. Прекрасно. О, посмотрите. Это места для палаток. Вот это домики у меня за спиной. Домики. То есть вариантов много. Это большой корпус, где ты можешь взять в аренду все, что тебе угодно. Там джипы, каяки. Ну, я не знаю, честно говоря, на чем люди катаются. Я совершенно далека от этого. Ну, в общем, вы знаете. Все виды водного и земного транспорта. Вот. Есть место для занятия спортом. Это футбольное поле. Ну, так, я добралась до пляжа. Я не скажу, что это пляж какой-то суперкомфортный. Здесь немного песка. Здесь достаточно каменистый вход. И, кстати, очень много водорослей. Почему их не чистят, не знаю. Но в таком пляже тоже есть своя прелесть. Он такой, знаете, первородный. Его не тронула рука человека. Он очень живописный. И для тех, кто любит экологию, экожизнь, единение с природой, минимальное вмешательство людей с их желанием все облагородить, сделать комфортным, то, наверное, этот пляж очень симпатичен. Вот за меня часть пляжа, где поставлены беседочки. Ну, это для любителей романтического, комфортного отдыха. А дальше пляж обычный. Пляж как пляж. Это те, кто на полотенчике, под своим зонтиком. Ну, деньги экономят. Ну, а может быть, просто проще без всяких этих приблуд, вот там вот прям соединиться с природой, почувствовать запах моря, почувствовать запах песка, набраться энергии от моря, от гора... А, гор здесь нет. От моря, от земли, от Крыма. В общем... Чего я буду делать теперь в Москве, а? Я такая стала здесь экологичная. Меня зовут Ирина. Ага, откуда вы? Приехали. В Симферополе. А, вы в Симферополе? Вы здесь... Вы... Почему именно это место выбрали? Ну, потому что вот как-то слышали про этот кемпинг, и захотелось посмотреть, что это такое. Да, мы одни приехали. Ну, расскажите о своих ощущениях. Вам здесь нравится? Ну, непонятные такие очень двойственные ощущения. С одной стороны, вроде ничего. Близость с морем там, с природой не так, как в отеле. Ну, а с другой стороны, как-то вот, что не хватает каких-то немножко удобств. Каких удобств не хватает? Ну, то есть, что у вас в номере? Ничего. В смысле? Две кровати, вешалка и стол. А, то есть, получается, что санузел общий? Да, вот там санузлы, там душ, санузел. Понятно. Такие походные условия. А стирка, вот все это как устроено? За стирную плату. А, да, доп. услуги за отдельную плату. Видите, мы как бы на две ночи приехали, поэтому нас стирка сильно не волнует. А сколько стоит одна ночь в таком домике? Да, ну, что у нас 1200 рублей. 1200 рублей стоит одна ночь. Ну, по идее... Один номер. А, один номер на двоих. Ну, а еще с детьми, получается? Или дети в отдельном номере? В отдельном домике? Да нет, мы просто домик сняли. Вот это один домик стоит... Здесь два номера. А, все, поняла. То есть, за номер 1200 или за домик? Вот смотрите, вот мы на две ночи приехали. Мы за этот весь домик отдали 5000 за две ночи. А, то есть, это достаточно, конечно. А, это, ну, получается, 2500. 2500 за два номера отдали, практически. Нет, ну, это, конечно. Наверное, можно потерпеть отсутствие комфорта, да? Ну, и то, что вот отсутствие пляжа, конечно. А, как вы, кстати, заходите? Я посмотрела, скалисты. Здесь мы не покупаемся. Мы либо вот на пляж Майами. Вот он нам скажет, что с той стороны тоже вроде как есть пляжная полоса. Ага. Планов у меня было громадьем. Проехать на катере по Тарханкутскому заповеднику и посмотреть на горы. Посмотреть, как, все время забываю, бухты любви. Там есть какое-то место, где все плавают, на глаз похожие. Но Крым дорогой. Ты опять меня подвез погодой. Я столько всего хотела тебе рассказать. Сначала у тебя два дня лил дождь, а теперь у тебя туман. И смогу ли я что-то в туман увидеть, никто не знает. Поэтому планов громадьё, может быть, какие-то из них реализуются. Ну, вот из громадья планов Тарханкутский заповедник проехаться по... Вдоль скал посмотреть на красоту. Здесь, говорят, очень красивые пещеры и гроты. И... Аллея вождей. Аллея вождей – это гузей с подводными скульптурами. В общем, о боги! Сделайте так, чтобы я сегодня хоть что-то увидела. И боги меня услышали. Ну что, ребята, завидуйте мне. Я на мысе Тарханкут. Посмотрите на эти красоты за моей спиной. Это скалы. Это такие слоистые, пещеристые скалы, которыми украшен весь Тарханкутский заповедник. А эти скалы полны загадок. В них гроты, пещеры. Кстати, очень много пещер подводных. Именно поэтому Тарханкут – это любимое место для дайверов. Потому что они опускаются глубоко под воду и плавают в этих подводных пещерах. Теперь немного истории Тарханкутского полуострова. Тархан в переводе с тюркского – это место, освобожденное от налогов. Вот западная конечность Крыма, Тарханкутский полуостров, в годы правления Османской империи был освобожден от уплаты налогов. И тем самым получил это название Тарханкутский полуостров. Он не такой раскрученный, как южный берег Крыма. Но я не скажу, что он менее живописный. Тут несколько иная красота. Она необычная, она оригинальная. Она очень сильно отличается от южнобережной, потому что здесь нет пышной растительности, каких-то экзотических деревьев. Довольно все голо и пустынно. Но какие скалы, какие гроты, какие пещеры. Я сейчас возьму экскурсию, отправлюсь, как раз в море посмотрю на всю эту красоту. и вы увидите, что это место достойно того, чтобы его увидеть. Так, ребята, в таком экстриме я еще не снимала, но когда-то надо пробовать. В общем, едем мы к заброшенному кораблю. Сейчас я о нем рассказывать долго не буду. Когда мы остановимся, тогда расскажем. Потрясающе! Ой, омань! Вот он он, ржавый такой, очень красивый. Знаете, когда смотришь, сразу про пиратов вспоминается. В общем, это турецкий корабль. Он затонул в 2010 году недалеко от оленевки и оленевки. Оленевка или оленевка? Как правильно? Оленевка. Оленевка. Во! Оказывается, все-таки оленевка. Я по тысячу раз вариантов повторяю. Он затонул, там они везли груз, благо все люди выжили. И он благополучно уехал и получил большую страховку за аварию. Говорят, собственно, ради нее все это дело и было устроено. Но кто это проверит? А эта бухта чудесная. Чудесная, потому что там всегда тише благодать. Она защищена от ветров, ураганов, штормов. И это еще самая высокая точка на Тарханкуте 50 метров высотой, 18 метров глубиной. Ну, то есть, если вдруг на Тарханкуте вас застанет шторм, можете спрятаться в бухте чудесной. и она вас защитит. А это грот сердца Тарханкута. Он по форме напоминает сердце. Мы прям заплываем туда. Ой, елки, Павел. Сейчас все дружно наклонились. Вот это да. Это вау. Павел, тут летучие мысли. Смотри, кто тут здесь? Это птичка. Вы знаете, тут, мне кажется, даже комментариев не нужно, потому что это что-то уникальное, завораживающее, волшебное просто. Очень низкий. Если встать, они попадут сюда. Вот мне надо не попадать, потому что маленькая. Ой, ой, чуть по башке не ударил. Ой. Ребята, вот совсем, смотрите, рука моя. О, моя рука дотрагивается. Вау. Так, а это местный зоопарк. Скала-черепаха. Ну, это только, конечно, можно догадаться. Вот то, что торчит, это хвостик, а голова, оказывается, у нее под водой находится. А напротив мишка. Какой мишка, я забыла? Мишка, лежащий на спине. Вот, мне подсказывает наш капитан, что это мишка, лежащий на спине, но я его не успела снять. Тарханкутский заповедник. Тарханкутский заповедник – это вот такая галерея гротов, пещер, таких слоистых скал. Очень необычное зрелище. Необыкновенно живописно и красиво. А это сквозной колодец называется Чуча. А вот там, смотрите, наверху дырочка. Говорит, будь аккуратнее, потому что это канал желаний туда. Люди кидают кабушки, загадывают желания, иногда эти кабушки падают. 98 метров длиной считаются самым длинным в Европе. Комбинану 8 метров до потолка 12. А наверху летают птички. Ласточки, по-моему. Похоже, знаете, как выплываешь из царства мертвых на белый свет. Сразу жить хочется. А вот так арка выглядит суши. Это визитная карточка Тарханкута, арка Большого Атлеша или Атлеша, опять же, не знаю как. Большой Атлеш, это такая огромная-огромная пещера внутри скалы. И рядом с ней находится арка. К сожалению, она разрушается, поэтому ее закрепили металлическими опорами. И прямо в этом Большом Атлеше, в этой пещере, находится Тарханкутский дельфинарий. Кстати, говорят, что здесь неподалеку можно встретить много дельфинов. Катера, которые ездят, они встречают, радуются, выныривают из воды, ну и всякие знаки внимания оказывают. Так что, если вам повезет, на катере съездите и посмотрите, может быть, пообщаетесь с дельфинами. Я очень мечтала посетить подводный музей Аллея вождей. Очень интересная история. Одесский дайверский клуб придумал этот музей. Сначала они привезли бюст Ленина и поставили его на глубину 15 метров. Потом бюст Дзержинского и так, так, что-то везли, везли, ставили, ставили. В общем, заполонили все дно бюстами самых разных знаменитых персон. А недавно рассказывают местные, они привезли золотой унитаз Януковича. И теперь основным маркетинговым ходом, такой завлекалкой для туристов является, что вы увидите золотой унитаз Януковича на глубине 15 метров под водой. Прикольно, да? Вот, вы знаете, редкий случай, когда я пожалела, что я не дайвер. Опуститься туда может только человек, имеющий опыт глубоководного погружения, но посмотреть на эту историю, я думаю, будет возможно. В интернете можно найти подводные съемки этого музея, но я хочу сказать, это достаточно редкое явление, насколько я знаю, в мире всего лишь три. Один где-то в Мексике, второй не помню где, и вот третий находится в Крыму. Субтитры создавал DimaTorzok на берегу Тарханкутского заповедника стоит памятник дайверу. И на этом памятнике надпись о том, что здесь похоронен Бухарев Андрей Игоревич, сильный духом человека, отличный друг и отец, красивый мужчина, успешный бизнесмен. Было все. 12 августа 2012 года ушел из жизни в 43 года во время погружения на Атвиши. Грустно. Есть на мысе Атлеш еще один памятник дайвера. История его, к счастью, не драматическая, а фантастическая. Ихтиандр 66 так назывался уникальный научный эксперимент по строительству подводного дома. В 1966 году энтузиасты из Донецкого клуба подводного плавания Ихтиандр своими силами, можно сказать, прямо на коленке, построили из металлолома железный дом и опустили его на глубину 11 метров на мысе Тарханкут. Трое смельчаков прожили в подводном доме трое суток. Воздух подавали с помощью компрессора. Электричество давала локальная электростанция. Эксперимент не остался незамеченным. Его подхватили советские ученые и конструкторы и позже в районе бухты Ласпи, что недалеко от Севастополя были построены еще два подводных дома. А в 1969 году приказом сверху все работы были свернуты. Но Тарханкут сохранил память о своих первопроходцах. А сейчас я по суше добираюсь до Глаза Любви. Дорога сюда ведет к сожалению не асфальтированная, но благодаря тысячам, а может быть и миллионам туристов ее так уже хорошо утрамбовали, поэтому в общем ехать достаточно комфортно. очень хочется искупаться, честно говоря, так жарко. Но в любом случае Крым спасибо, что распогодился, я хоть смогу увидеть то, что мечтала увидеть. Ну, я надеюсь, ветер не задует мои слова, потому что он такой здесь нешуточный. наконец извините, наконец-то добралась до Ока Любви. Это фактически последний пункт в маршруте по побережью Тарханкута, Тарханкутского заповедника. В общем, смотрите, что там происходит. Там такая ванная, сделанная из скал, и вода в эту ванную поступает по подводному течению. Просто так зайти спокойно туда нельзя, можно только сигануть из скалы. Поэтому я в очередной раз убеждаю, что Тарханкут это все-таки место для экстремалов, тех, кому постоянно нужен адреналин, острые ощущения. Я, к счастью, может быть, к сожалению, к ним не отношусь, поэтому, наверное, все-таки не рискну прыгнуть. А может, рискну. И все же я решила себя поберечь как ценную творческую единицу. И выбрала для купания место безопасное, креативное и полное разных соблазнов. Мало того, что я не крашусь, не укладываюсь. Так я что, жужжу здесь как ротосолдат? Единственное оправдание, что я делаю какой-то раз в день. Забрела тут на пляж Экстрим. А, называется пляж Экстрим Крым. Очень, что это симпатичное место. Местные говорят, что это такая цивилизованная альтернатива к Казантипу. Здесь в августе проходят фестивали экстремальных видов спорта. Ну и там все танцуют, поют, развлекаются как могут. Здесь можно на всем чем угодно кататься. На каяках, мотоциклах водных, на серфе, дайвинг. В общем, все водные экстримы здесь представлены. И очень здесь такие прикольные, симпатичные, авангардные арт-объекты. В общем, пляж клевый. Вот, вот, здесь такую подают огромную шаурму. Кстати, очень вкусную. Она стоит 200 рублей. Очень вкусная. Еще один аргумент посетить экстрим Крым. 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 Ну, в общем, провела я целый день на Тарханкуте. Все вблизи оленевки. А оленевка, она вот для следующих категорий отдыхающих, я бы сказала. Первое, это бюджетные отдыхающие. Вот, я снимала комплекс, господи, как его называют, сосед уже у меня. Кемпинг я снимала. Кемпинг там, ну, достаточно спартанские условия, но зато ты находишься совсем на природе, находишься с морем, вот, шаговые доступности с морем, и у тебя рядом под боком потрясающе красивый Тарханкутский заповедник. Вторая категория отдыхающих, это любитель активного отдыха, активного, особенно водного отдыха. И третья категория, это молодежь, потому что здесь сходится как бы сразу несколько моментов. Это недорого, много активного отдыха, здесь замечательные пляжи. Из тех пляжей, которые я видела, здесь самые лучшие пляжи, во-первых, в отличие от Экпатории, они не поделены на маленькие пляжики, где-то здесь можно, здесь нельзя. Огромный, длинный пляж, со светлым песком, со всеми сервисами, которые необходимы, туалетами, лежаками, низкими зонами, то есть пляж в Оленевке замечательный, самый лучший среди тех, что я видела, по крайней мере, лучше, чем в Экпатории однозначно. Поэтому еще Оленевка это, конечно, вариант для любителей пляжного отдыха, кто просто приехать и полежать, потюленить. В общем, понимаете, какое количество народу может отдыхать в Оленевке, народу с разными интересными, с разными пожеланий и прочим. В общем, интересное место, классное место. Ну, Тарханкурский заповедник, конечно, это номер вам. Редкая птица долетит до Бакальской косы, а я долетела. Она как бы врезается в море и с одной стороны косы штиль, а с другой штук. Я решила съездить в урочище морское. Это такое очень красивое, очень экологически чистое место. Дорога сюда тоже проложена очень экологичная, то бишь ее совсем нет. Идея очень простая, чтобы создать такое райское место. Только на это посмотрите! Я сейчас дома заеду, вау! Оно бау! Это реально бау! А вот еще клеить, бунжанчик. А мы сейчас в крайние зайдем. Из камыша в палатке все, туалет, душ, вай-фай здесь, электричество, да, вот посмотрите, такие вот холодная, горячая вода здесь. Такое панорамное остекление, вот, и что люди сидят, и вот оно море, никого нет. вот Юля и Алексей лежат на этой кровати. Да. Вот. И вот утром они открывают глаза. Солнышко отсюда. А, здесь еще восходит солнце. Да, солнышко отсюда. И вот это они видят. Ну, круто! Всю жизнь так жить. Ой, елки-палки! Вот, ребят, смотрите, вот такие здесь дороги. Да. Прекрасные дороги. Просеночные. Прекрасные. романтичный муж говорит, что дороги прекрасные. Все согласны, да? Да, да. Что это за скала-то? Эта скала называется крокодил, потому что она похожа на крокодила. Мы идем по спине крокодила в какой-то веке. В какой-то веке, как страшно! Пять утра. Хожу я на крыльцо. Очень полезно, очень здорово вот так побыть наедине с природой. Такой апдейт совершить. Очистить голову, очистить душу, очистить тело. Музыка